С начала октября во многих учебных заведениях Латвии будут пробовать новую модель оплаты труда педагогов. Однако школы Резакнинского края к новой модели относятся с подозрением. Об этом в нашем еженедельном обзоре новостей из регионов. Новый порядок оплаты труда педагогов предусматривает увеличить рабочую нагрузку учителей до 36 часов в неделю. В Макошанской средней школе работает 22 педагога. Дети осваивают профессии уже с первого класса. А вот на Утренской средней школе новая система может создать проблемы. Мы понимаем, что в 36 часов очень хорошо могут уложиться преподаватели языков, математики, у которых большее количество контактных часов, а также оплаты за письменные работы и консультации. А что делать учителям спорта или истории? Школы Резакнинского края пока не спешат принять участие в апробации новой модели зарплат педагогов. Деньги на восстановление лютеранской церкви Буртнеку собирают при помощи аукциона. Эту древнюю традицию возродили два года назад. На сей раз деньги пойдут на восстановление дверей и скамеек. На аукцион местные жители принесли и бытовые товары, и предметы искусства, и истории. Например, конную повозку 20 века. Цены на аукционе порой в несколько раз превышают стоимость предмета. Просто люди хотят таким интересным способом сделать свое пожертвование. В первый раз в ходе аукциона удалось собрать 300 латов. В прошлом году на 100 латов больше. А в этом 650 евро. Ежегодно в Энспилсе проходят Дни ливской культуры. На сей раз они посвящены ливскому поэту Янису Принцессу. Здесь состоялась и презентация третьего издания его книги «Священные песни и молитвы моряков». Импульсом стало то, что Янис Принцесс тонул в море и удивительным образом спасся. В благодарность за спасение он написал эту книгу. Было это 170 лет назад. Именем принцесса в Энспилсе названа улица. Установлен и памятник поэту. А участники Дни культуры с гордостью рассказали, что в паспортах восстановили национальность Лив.